Потому что написано в руках Бога и жизни, и смерть. Он дает жизнь, но он может и забрать жизнь. В любой момент. В любой момент. Поэтому сегодня, написано, сегодня день спасения. Сегодня время благоприятное. Не завтра, завтра ты не знаешь. Сегодня нужно сделать этот выбор. Сегодня нужно принять решение. Он говорит, сегодня день спасения. Поэтому не отлаживайте на завтра день вашего спасения. Поверьте, от этого зависит вечность ваша. Где вы будете в вечности? Поверьте, туда лучше не надо. В вечность с дьяволом. Туда, Бог говорит, сегодня открыто все для вас. Придите ко мне, примите верою в то, что я умер на кресте за твой личный грех. И Бог говорит, я даю вечную жизнь, и не погибнешь вовек. А там, когда мы пойдем на небо, там Царство Небесное, он говорит, там не будет ни слез, ни печали, ни болезней, ни греха. Там будет вечная радость с Иисусом Христом. Поэтому сделайте сегодня ваш выбор. Не откладывайте на завтра. Потому что завтра не в нашей власти. И завтра, друзья, поймите, что Христос уже грядет. Мы видим, что творится вокруг в мире. Я думаю, если мы правильно видим и замечаем, то мир катится к своему концу. Мы видим, как все улучшится. Мы видим войны, мы видим глады, мы видим землетрясения, мы видим все. И это реальность, и это все, что было описано в Библии. Поэтому сегодня Бог еще зовет, зовет каждого. И говорит, дочь моя, сын мой, которого я сотворил, приди ко мне, приди, покайся в своих грехах. И я тебя приму в свою семью, и ты будешь со мной в Царстве Небесное. Пусть вас Бог благословит в этом. Поэтому задумайтесь, никогда не пренебрегайте Божьим Словом. Бог сегодня говорит, и Бог сегодня вам говорил через это Слово. Это не я такой классный, и у меня так классно получается. Это Бог говорит, это самое главное. Поэтому пусть Бог вас хранит, бережет, но и вы не оттолкните Иисуса Христа. Примите, и Он станет для вас спасением вечности. Аминь. Знаете, мне тоже очень радостно, что я приехал на свой район. Я когда-то тут учился в школе, в 18-й, знаете, в школе, в 18-й школе. Конечно, мы. Да. Да. Благодарю тебя, вам мальчик. Очень рады, тоже сюда, тут много одноклассников, конечно, тут их нету сейчас. Ну, я очень рад, что мог сюда приехать и сказать это Слово Божье. Потому что для нас, друзья, самое главное, это вера в Бога. И мы вас приглашаем. Наша здесь, вообще у нас около 20 церковь здесь по городу Запорожье. И одна из них самая близкая, это Молочная 43. Приходите, напитывайте свои души, читайте. Кроме этого, мы вам привезли очень много литературы христианской. Привезли вот такие детские библии. Сейчас я вам всех покажу. Привезли взрослые. Так же самое для детей. Привезли разукрашки. Знаете, дети разукрашки любят разукрашивать. И здесь как раз все написано обоих. У нас есть воскресные школы. Очень много воскресных школ. Знаете, сейчас очередя стоят воскресные школы. За 3-4 года люди занимают очередь для того, чтобы их ребенок воспитался без матюков, без курева, нормальной жизни. Никто не хочет своего ребенка, чтобы он нахватался как губка, а потом приносил домой. И вот люди стараются в христианские школы отдевать своих детей, для того, чтобы они начинали возрастать. Потому что, знаете, начинает возрастаться, возвращается этот разум, для того, чтобы люди познавали истину. Написано, познайте истину, истина сделает вас свободной. И мы сейчас по синюю песню пропоем, и брат с нами, славик, помолится. А, еще там есть взрослая библия. Так что, вот здесь будем мы сейчас стоять. Кому надо, подходите, берите. Все даром. Бог нам дал даром жизнь. Мы этого не ценим, друзья. Жизнь мы не ценим. Мы с ней издеваемся, как хотим, над этой жизнью. А потом, когда приходит старость, мы думаем, откуда у нас болезни? А как вы думаете? Есть такое, знаете, сеяние и жатва. Бог не отменял, что человек сел в течение жизни. Есть, называется такое слово, последствия. Знаете, да? Всегда всему есть последствия. Нету такого, да, что я там как хотел, гулял, пил, потом раз, и у меня нету ничего. Печени нету.